Агрофирма «Респект» образована на базе СПК «Колхоз Рассвет» в 2004 году и является многопрофильным предприятием, то есть и животноводства, и растеневодства. В своем распоряжении оно имеет 6688 гектаров земли, работает в среднем по году 86 человек. Выращиваем мы зерновые френицу на 2500 гектарах, на 1000 гектарах ячмень, на 1100 гектаров подсолнечник, 40 гектаров 300 и 500 гектаров кукурузы. Это стабильно. Мы пришли, когда мы запустили свинокомплекс в 2010 году, как бы вот такой рацион является экономически целесообразным для ведения свиноводства. Потому что, скажем так, кукуруза дорогая на гектар, в уложении нужно где-то не меньше 17 тысяч уже ложить весною. А сорга, как бы, можно в 1000 рублей ложиться. Поэтому сорга, а сами наборы ингредиентов, они, как бы, дают, позволяют вести свиноводство, ну, в экономическом плане выгодно. По растеневодству мы, урожай у нас неплохие, вот, по растеневодству уровень рентабельности всего у нас до 2021 год 18,5%. Вот, выручка от реализации 271 миллион. Сегодня цена хоть как-то, у нас семечки мы продавали, первую тысячу тонну продавали по 11 рублей, сейчас 27 рублей. Ну, что там, более или менее. Пшеница пошли, не изменилась. Была 10, сейчас 13-14 рублей. По северу области мы вроде и впереди, но в последнее время нету такого оптимизма, как раньше был. Потому что и в животноводстве, и в растеневодстве, ну, наблюдается, как бы, сжимание рентабельности и выручки. Нам когда-то говорили, я когда на русской свиньи не работал, ездил по разным странам, я шесть стран объездил, полгода изучал свиноводство. И Дании, Ирландии, Канады, Польши, Германии. Они говорили, что у вас скоро будет рентабельность 7% и не больше. Ну, так она, вот, к этому мы идем. Особенно сейчас много компонентов, мы привязаны, к сожалению, здесь очень сложно перейти, как у нас говорится, на свои добавки всякие. Они все добавки, Китай хитро сделал, что витамины опустил цену, Европа перестала заниматься витаминами, и сейчас Китай стал монополист по витаминам. Из площади, которой вы обладаете, сколько гектаров работает на животноводство, а сколько, ну, чисто растеневодческие на продажу? Можете оценить? Чисто растеневодческие, ну, на животноводство у нас 5000 тонн идет. Я сказал 16000 тонн, то есть 9000 тонн где-то на продажу, а 5200 тонн на свинокомплекс. Я строил восьминокомплексы в Каменском районе 100000, я был генеральным директором. Потом я перешел в РАПТ, русский агропромышленный трек в Москве. С Москвы контролировал Миллеровский комплекс. Поэтому, ну, Бигдачман, это очень мощная фирма по оборудованию на свинокомплексы. Они все делают, и вентиляцию, и полы, и вытяжку, ну, полностью под ключ. Я говорю немцев, спрашиваю, я хотел бы дома построить. Они говорят, вы должны как-то продумать конкуренцию. Да я продумал, говорю, я буду идти на вкус мяса. Ну, это правильно. Но вкусное мясо, оно не бывает дешевым. Когда мы первый свинокомплекс строили, консультантом был англичанин Саймон Рэй. Ну, я много у него все спрашивал, все вопросы через него. Как бы он сильно по России, мы его с Белгорода, он там жил и в Белгороде строил. Там много свинокомплектов в Белгороде построено. Ну, я говорю, Саймон, а мясо будет вкусное у нас? А ты зачем вам вкусное мясо? Вы что, себе на рынке, мол, не возьмете какого? Нет, вы неправильно рассуждаете. Мы строим экономически выгодное. А экономия, все фонды, я заплатил огромные деньги и в ЦИОМ, и все эти общественные мнения россиян. Мы исследовали по 3000 человек в нескольких городах. В общем, все пришли, что России нужно дешевое мясо. Они не просят дорогое, а дешевое не может быть вкусным. Вот, оно будет средним. Ну, оно будет, производство своего будет более рентабельно. Вот этот хоряк ландрас, он лучше всех в мире по количеству поросят. Сейчас уже они производят 17 поросят за один опорос от свиноматки. То есть, это вообще неимоверно. Но выживают 15, ну, 15 выживает. Два отходят. То есть, чуть-чуть больше падешь. И получается, что эта фабрика мяса, он с ландрас, самая, самая такая, среди всех. Не сравнить-ка, если говядина приносить в год 350 килограмм мяса, а это 2,5-3 тонны мяса. Получается 2,3 опороса. Вот 15 на 2,3 умножаем, это уже 44 тонны получается в живом весе мяса. Это самое-самое такое выгодное свиногодство. Ну, вот, наверное, поэтому я решил. Ну, мы решили брать хоряка самого вкусного, то есть дюрок. Вот, в то время был французский у нас дюрок, ну, потом мы перешли на Канаду. Ну, не напрямую, канадский дюрок, а через Воронеж. Мы берем 50 свиноматок, вот, и все, нам хватает для 650 свиноматок вот этого количества. Он 14 поросят, там 17, здесь 14. Ну, проводилась конференция, проводили канадцы не так давно, года 4 назад директор наш был. И канадцы доказали, и датчане согласились с тем, что к забою мясо одинаково получается. То есть эти погибли 2 штуки, там были слабые 17, потому что сосков не хватает, там, у свиноматки. И как бы, а эти покрепщики. На 170-й день они выравнивались, и канадцы ничего не теряли по мясу. А мясо вкуснее, да, вот у этого, да. Но оно все равно получается дороже, потому что нужен состав. Сегодня свиноводство, ну, и птицеводство, пожалуй, в России самые экономно развивающиеся с точки зрения потребления корма. Корм занимает, ну, до 75% в рационе, в структуре себестоимости. Как правильно использовать корма. Раньше мы работали в Советском Союзе, и джоули были у нас, и кормовые единицы, и по протеину. Сейчас все по аминокислотам. То есть аминокислоты – это кирпичики для организма. И осенью мы все свои корма отдаем в алгорад, там фирма «Мегамикс». Многие утягивают в другие предприятия, но я сказал, никуда. От «Мегамикса» никуда, потому что это фирма, которая дает то, что надо, необходимо для привесов. Там 600 грамм, там килограмм на заключительном от корме. Даже навоз на таком свинокомплексе, он меньше аммиака выделяет, и меньше у него этих, ну, побочных веществ. Если мы ем на чистоту корма, и чтобы не было там грибов в кормах, и все это есть тоже противогрибковые препараты, просим иногда, да, если вот то ли сырой, то ли слишком сухой, и просим добавить такие-то, такие-то. И они, пожалуйста, делают под заказы. Во всем мире дирок, мясо дурка, отимененного дирком, она где-то на 25-30% дороже. Но у нас всего-навсего на 5 рублей, на данная цена. А затратная часть тоже дороже? Ну, нет, единственное, что меньше поросят получается, поэтому, как бы, и поэтому 20% свиноматка съедает, как бы, корма пустую, раз она не производит. Вот здесь, у этого свинокомплекса, и у нашего, и у сотысячника, он одинаковый. У нас даже лучше кондиционирование воздуха, лучше, у них комбикула, у нас подкулинг, ну, струей воздуха, и охлаждаем мы летом. Говорят, что это дорого. Ну, нет, у нас везде в мире летом охлаждают, а зимою греют помещения. И все наши, ну, это ж дорого греть. Да недорого. Если все высчитать правильно, то они же растут быстрее. И поэтому это недорого, а наоборот, очень дешево. 650 основных свиноматок у нас. Производим мы около, не около, а 4500 поросят в год. Что составляет, на мясокомбинат мы поставляем полторы тысячи тонн мяса на увой. По годам от 120 до 150 миллионов рублей. Ну, и в растеневодстве так же примерно. Ну, весь фокус в том, что здесь еще, если брать, смотреть, к чему должна стремиться Россия, она должна стремиться к повышению производительности труда. У нас на свинокомбинате работает 10 человек вместе с директором и всего 10 человек. Ну, конечно, подвозят машины, ну, конечно, ток рядом, который перерабатывает им зерно. Конечно, те, кто занимается, 4 у нас человека на кормоцехе работают. Ну, можно сказать, что не 10, а 15 человек. Ну, 15 человек делают 150 миллионов рублей. А в растеневодстве 80 человек делают тоже 150 миллионов. Ну, это хороший год. В этот год у нас, вы слышали, 220 всего получилось миллионов. То есть, как бы, производительность один человек 10 миллионов. К этому нужно стремиться, вот, чего у нас не понимает даже правительство. И, в том числе, и правительство области. Вы себя считаете крупным производителем свинины, средним, мелким? Как оцените? Ну, если брать со стоптысячником, то, конечно, мы мелкие производители. Мы 15 тысяч всего, восьмую часть от того свинокомплекса. Ну, а если брать всю Европу, это чуть-чуть выше среднего. Ну, даже не чуть, в два раза выше среднего. Обычно в Европе, Дания, Германия по 300 голов, основных свинокомплекса, 300-400 вот в этих пределах. Такие лозунги были, еще чуб был, что, типа, вот, от поля до прилавка, от поля до прилавка, ну, все, аварилии. Но, на самом деле, некоторые, я знаю, там, Роскотическая фабрика, ну, что-то там она сейчас буксует или совсем плохо дело. Дальнейшую переработку, если все взять в свои руки, вот, то, конечно, немножечко, немножечко на этом, немножечко на полутушах мы зарабатываем. А потом уже на куски, когда разрубаем, там чуть-чуть больше, там же магазины зарабатывают. Ну, везде деньги не очень большие, вот. Плюс мы увидим, мы пошли на то, что сейчас выпекаем в русской печи мясо. Ну, вот мечтаем, что все 45 туш когда-нибудь мы будем раздавать людям и будем, как в Америке. В Америке считается, что если человек за вкусным мясом проезжает 300 километров, то это, как бы, в пределах нормы. 45 туш вы забиваете ежедневно? Ежедневно, да. Пять раз в неделю по 45 туш. Принцип такой, что что в феврале, что в августе, что это поток, это вот конвейер такой. Ну, когда мы переходим, и сейчас Денис дал команду, с деньгами не выходим, на удобрения не хватает, не будем платить за эти, за концентраты. Но они нам дают бесплатно, ну, как, взаимые верят, потому что все-таки 12 лет работаем и дают. Ну, мы сами отказываемся. Нет, давайте нам дешевле, и, конечно, заключительный откорм будем без этого. Хотя, среди всех, там, они из К5, из К6, из К7, из К8, заключительный откорм, он самый дешевый все равно. Ну, там, меньше набор ферментов, микроэлементов и витаминов, самых дорогих таких этих в наборе. Ну, последнее время, в связи с развитием животноводства России, наше внутреннее тоже состояние стало, как всегда, в какую-нибудь сторону переклоняемся. Например, жмыхи стали дороже, чем сама соя, жмых соя, и жмых с подсолнечника дороже, чем семечка. Ну, где такое, в какой стране мира такое есть? Это же отходы. А у нас птицефабрики развелись, и кем и то, и то надо, и свинокомплексы развелись, и то, и то надо. А они цены гонят, вот, и бывает, мы сейчас семечки стараемся хорошо на заве это обработать, и до февраля месяца мы отходами кормим семечками. Ну, что же, как выход немножко, вместо жмыха. Да, скажите, вот, все-таки, возвращаясь в поле прилавок, вот эта вот линейка, она более выгодна для вас, чем продавать, вот, допустим, вырастили, продали, как живков, говорят, или там забили. Выгоднее, выгоднее, да, выгоднее. Ну, тут же, видите, если, как бы, все, в России вечно что-нибудь не так. Ну, вот, например, возьмем забой. Забить свинью стоит тысячу рублей, себестоимость. Это электричество, и отходы возим, ну, в общем, полностью предприятие тысячу рублей. Из них 300 рублей на справки уходит. Ну, где логика, если бы не 300 рублей. И причем в этом году ветврачи взяли и подняли планку в договоре, опустили слово за месяц. И говорили, а мы сейчас стали считать партиями. Кому жаловаться? Жаловаться некому, но это вообще несправедливо. Вот, ну, сейчас, и в общем. А у нас получается, что за месяц мы забиваем, бывает тысячу, а бывает 900. И вот если 900, то, значит, мы уже теряем 60-80 рублей на каждой голове. Вот эти печки, у нас она одна была, сейчас уже две построили. Не успеваем мы, будем третью строить. И мангал там развивается, и люди все больше и больше и больше едут. И на первом месте таганрог у нас по мясу, именно по вкусному мясу, по готовому мясу. Они приезжают, а потом в номерах на ночь остаются и отдыхают здесь. Началось того, что была Людмила Алексеевна, здесь глава местная, женщина. Ну, просто она уже пенсионного возраста. Вот хочу что-нибудь оставить. И приехала ко мне в соседнем хуторе местная администрация говорить, «Давайте что-нибудь сделаем, там обещает Минсельхоз 2,5 миллиона рублей на обоустройство, что-нибудь для людей». Я говорю, да, давай, я не против, давай это, если 2,5 миллиона, можно почистить немножко речку. У нас речка, она была полтора метра всего. Текла быстрая, все, ну, она вот так вот, сходила вода и все. А местами вообще не было речки полностью. Непролазная была, просто непролазная. И речка, и Левада, там ничего. Когда мне говорят, первоначально покажите фотографию, я им показываю такую фотографию, вот, ну, там ничего не поймешь. Там вот, ну, о чем вы показываете, это вообще черти что, альтоли лесополоса. Ну, так и было раньше, говорю. Ну, и задача была, чтобы, ребят, пацаны, чтобы хотя бы купались, если кто это хорошо, ну, сделали, до 17 метров расширили речку, два пляжа сделали, навозили там, ну, не, может, тысячи полторы тонн песку, чтобы просто была пчаная полностью эта сама. Ну, и показалось, что здесь красивое место очень. Там был вот мост, и вот так вот текла когда-то речка. Почему я определил? Потому что 2-3 метра копаешь, а там галыши такие вот круглые. Откуда они там взялись? Она вот так вот шла, потом вот так вот, вот так вот, вот так вот. А потом уже уперлась 4 метра обрыв, и стала вот так заворачивать. И здесь стоит у нас главная пирамида. Здесь вот излучено, и тут излучено. Ну, я посмотрел красиво и думаю, а почему бы дальше не продолжать? Ну, находил таких интересантов, что меня убедили, что давай пирамиды делать. Я говорю, а почему пирамиды? Да модно сейчас все договорят это самое. Ну, а что, или срубы, или пирамиды. Ну, с Каменска один тут был, он с деревом работал. И как бы соображал вот это, как пирамиду поставить. Ну, например, у нас главная пирамида стоит именно координаты пирамиды Хеопса, точно выдержанная. Ну, тоже, а москвичи проверяли, и говорят, не правда, у вас на 4 градуса отклонение. И он переживал этот, ходил. А потом, после этого, тут вот лежало 11 тонн армированной проволоки. И когда мы эту проволоку в бетон вложили равномерно, то она стала на 4 градуса. То есть, вот этот металл утягивал все эти приборы на 4 градуса, они показывали неправильно. А когда мы ее размечали, то было правильно. Это один из каналов сбыта, в том числе и... Ну, да, ну, вот, конечно. Грубо говоря, вот если мы будем 5 свиней здесь бить, а мясо мы продаем оттуда 1700 рублей килограмм готовое. Ну, ну, много затрат там, и дров, и всего в этих печах, и люди работают ночью всю. Уже, уже только печка себя окупает. А у нас еще 25 номеров, где селятся. Вот, тоже там. Ну, как бы, учитывая то, что город Камент находится на середине расстояния между Москвой и Ялтой, и между Москвой и Сочи, то здесь очень большая. У нас там уже все бабки, внуки им это, адреса гаражей подописали, и там в гараже повесили, когда ковры там или что-то, это, сама одеяло положили, и все издают там по 500, по 1000 рублей. Все, все забито, все буквально. И вот это меня подвигло вот это в основном. Развили ее. Сейчас мы закончили строительство двух бассейнов. Дом на дереве есть, дом на воде есть, землянки есть по типу там шведских, норвегских. Когда я поехал покупать оборудование, и везде говорю, я хочу делать натуральную колбасу. Вот как у меня дед коптил свинью 7 дней, зарежет порошенка, и 7 дней, 5 дней яблоню коптили они с братом, а два дня виноградом заканчивали. Ну, не все время, но такой период. И, знаешь, вкуснятина такая была. Ну и что все вот эти продавцы-то оборудования говорят, так дурак ты, типа вот этого, что... Зачем такая головная боль, да? Да, 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 все продают воду, а ты продаешь мясо, которое с ним мучился. Ты понимаешь, вот, что все перемешивается, вот эту колбасу всякую, и там все, все решать этим, потому что нужно на всякие. И бывает, что сетевые магазины назад, мы работали с солнечным кругом, туда давали мясо, все, а они привозим, и сразу же забирайте назад. Ну, как забирайте? Продавайте. А она не продается, вот, не раскручена, или мы не знаем. Ну, как же, мясо хорошее, просто она лежит незаметно там где-то в стороне. Ну, они, мы не будем, ну, не стали возить. Они начали ездить, просить, давайте, оказывается, это как раз чуб вот это вот, Донское свое, и он... Полка отдельно, да. Ну, да, 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 все это самое. Да зачем это нам нужно? Нас разбирают, зачем нам, мы будем на машине возить по этой же цене, а потом вы назад возвращаете нам? Говорят, что есть такие сорта, ну, дешевые, где до 120% всякой фигни туда. Ну, сейчас научились, не туалетную бумагу, там специальные есть хмели-суинели, и такие у них составы, с водой переделываете, студени эти искусственные делаете, а потом мясо все это добавляют, мешаете. Ну, мне сказала, хорошая технолог женщина, ну, Геннадий Александрович, уж ничего не будете делать, не медь на колбасе. Ну, представляете, кости, это самое, оставить одно мясо, и что ж, какая же она у вас будет? Она должна тысячи по две с половиной быть. У нас не учитывая, что-таки, внесение навоза, и это тоже польза почти бесплатная. Это идет по одной, как бы, одна сторона вопроса. Можно так считать. Это очень сильно. Я вам скажу, что сегодня, вот я строил русскую свиньбу, специально вот здесь вот у себя, на нашей земле, чтобы навоз от них на наши поля вывозился. И сегодня вот эти поля, которые обслуживаются, это вот из шести с половиной тысяч гектаров, вот, где-то около тысячи, тысячи двести, иногда гектаров, Миллеровская агрохимолаборатория дает положительные, хватает и калий, и фосфора, и всех этих элементов. То есть, дают карты полей. И у нас сейчас вокруг свинокомплексов зеленым поля. Зеленым – это достаток. Когда коричневым, то это почти нету. Красным – совсем беда. Опустынивание идет земель. Это тоже очень много значит. В том числе и КРС. Труд и затраты большие. И техника, и комбикормовое производство тоже нужно это самое. Но тут я бы не сказал. Мне и все друзья говорят, что ты связался с свиньями, зерно получил, склад засыпал, да и все. А сейчас все-таки говорят, дураки мы. Блин, ты тогда в свое время и техники набрал, и всего, и все, у тебя сейчас импортают. У меня на всех участках есть замена. То есть, если агроном там чуть-чуть, он знает, что я могу его снять и поставить другого. Так же инженер, так же и финансист. В свое время говорили с населением, что они не будут держать свиней, потому что зарплата, рассчитываемая, свинокомплекса будет. И у нас вот такая установка, что любой человек может выписать мясо во 150 рублей. То есть, это выгоднее, чем кормить ее, чем ухаживать за ней, чем это самое. И они берут... Речь идет о ком? О сотрудниках Респект? Нет. О жителях хутора Самбарова. Все население, да. Когда была тюма на русской свинине, и главный инспектор России сюда приезжал на это самое, и услышал вот это, что я занимаюсь, и он написал комсомольской правде это, вот, у него задавали вопрос, а он говорит, да я считаю, что единственно правильным в Ростовском области небольшое хозяйство и, говорит, выкупило всех свиней и раздает теперь мясо по дешевке. И люди все пошли на это и согласились. Знаете, очень много играет, особенно у русских людей, вот, чтобы был очень дружный коллектив, чтобы не было каких-нибудь микроколлективов, которые там свое, там, что-нибудь давай воруем, там, комбикорм или куда-нибудь, это самое, вот, и здесь тоже они сами, если я прихожу и читаю, что в очередном пункте где-то чума завелась, они сами говорят, вы еще расскажите нам, еще, что нам нужно делать, чтобы у нас, мы купаемся, мы переодеваемся, но мы же понимаем, что если мы потеряем работу, мы ее не только тут нигде не найдем, но и в Каменске ее нету работы. это... субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok